Всем добро пожаловать на канал 3DIY Всем хейтерам я говорю гудбай Своим принтакам я говорю хао хай Мой оператор встал Мы говорим ему гудбай мать вашу Ладно, все, хватит, хочется заканчивать Как вы поняли, рэп это далеко не мое Погнали Ну что ж, друзья, очередное доброе утро С вами, как всегда, канал 3DIY Рубрика Гаражные новости Да, и с вами я Безмерно ненормальный и крэйзи ведущий Который просто каждый раз, блин, выглядит Как будто бы записывает рэп-альбом Перед тем, как приходить в студию Пожалуйста, не забываем подписываться на наш канал Ставим лайки, колокольчики Все возможные уведомления Чтобы вы не пропустили очередной свежий выпуск новостей И что ж, мы начинаем Хочется начать с одной новости Которая мне прям безумно нравится Вот прям вообще вот кайфанул, кайфанул Суперкар Ford GT получил титановые детали Выполненные на 3D принтере Пацаны, любите Ford GT? Да Жак, любишь Ford GT? Обожает Да, конечно, блин, каждый парень обожает Ford GT Потому что это реально легендарная машина Которая выиграла гонку в Лимане Нагнула Феррари Нагнула вообще просто всех Кстати, даю вам всем домашнее задание Если вдруг Если вдруг вы просто вот каким-то чудеснейшим образом Не смотрели фильм Ford против Феррари Обязательно это сделайте Вот сейчас, смотрите Я не знаю, какой у вас там день недели У меня понедельник Вот я даю всем задание на пятницу Вот просто всем Берем Запасаемся вкусняшками Смотрим фильм Ford против Феррари Просто вообще легенда Кинематографа снят Офигенно И там Кристиан Бэйл Ну как бы Все понимаете сами Какой уровень Значит Суперкар Ford GT Получил титановые детали Да Когда я разбирался в этом вопросе Я вообще открыл Очень много всего нового Про компанию Ford Собственно, когда я и посмотрел Фильм Ford против Феррари Я открыл много чего нового Но вот сейчас Я прям действительно впечатлился Во-первых Как казалось У компании Ford Есть свое подразделение Под названием Advanced Technology Development Это в общем Огромнейшая студия Внутри корпорации Ford Которая занимается Аддитивными технологиями И Ford прям активно Вообще внедряет Вот свои какие-то там Вот последние суперкары Будь то Shelby Ну GT500 Mustang Будь то вот GT Да, действительно Внедряют Напечатанные изделия И более того Я вам скажу Что прям вообще Меня потрясло Ford активно продвигает Тему переработки материалов Вот и поэтому В автомобиле Ford Shelby Да, GT500 Ну Mustang Он же самый В нем Бампер состоит Из переработанного пластика То есть Они вот его берут Там обрамляют Красиво все делают Перерабатывают И делают из него машины А также Переработанный пластик У них установлен в салоне Может быть Кстати Поэтому он иногда скрипит И еще в ковшах Ну согласитесь Вообще круто Что касается Суперкара Ford GT Значит Сейчас выпускается Последняя версия Этого автомобиля К большому сожалению Он называется Heritage Edition Ford GT Просто мощнейшее авто Обладает двигателем В6 Мощностью 660 лошадиных сил Вот И они на эту Безумную тачку Сейчас печатают Полностью Титановый выхлоп Вот То есть Он собственно Будет и выполнен На 3D принтере А также Кулачки Да Кулачки Если не ошибаюсь Передней оси То есть Прям вообще Пушка Зачем они это делают Ну как минимум Для облегчения массы автомобиля Потому что Титановый выхлоп Ну сами понимаете Он весит гораздо легче Чем обычный Традиционный Либо там Из нержавейки Либо Чего подавно Вот Также пару деталей Будут ребята Печатать для салона Ну это так Как бы чисто Символически Но сам факт Что Ford Вот прям так Активно сотрудничает С адъективными технологиями Внедряет их В свои автомобили Это прям Безумно круто Пожалуйста Друзья Не забываем Если вы не смотрели Ford против Ferrari Вот прям вообще Лайк Очень советую Не пожалеете о фильме Компания iFactory Предлагает Новый вариант Конвертного 3D принтера В общем Немецкий Стартап iFactory Анонсировал Свой новый Принтер Уже Третью По счету Его версию Значит линейный Так называемый 3D принтер Конвертного Типа Что это из себя Представляет Это такой принтер Который Стоит под таким Вот углом Под 45 градусов То есть его головка Двигается вот так И вот так А вместо А вместо традиционного Стола Нагревательного У него Такая лента Ну Как бы По кругу Движется В общем В чем Суть этого Принтера Вы можете На нем Печатать Просто Массово Одну и Тоже Деталь И это Очень круто Потому что Вы просто Можете В G-коде Прописать Так называемую Петлю Или луп И все У вас Понеслась Будете там Печатать Свои кораблики Ряд за рядом Они будут Сами Автоматически Спускаться Там в какую Коробочку Которую Вы поставите В конце Этого 3D принтера И все И как бы И жизнь Сказка В общем В чем Отличие Данного Принтера От Предшественников Во первых Они поставили Новый Облегченный Экструдер Что Заставит Этот принтер В теории Печатать Лучше Чем было До Во вторых Они поставили Наконец Таки Ролики Натяжения Ремня Вот Это для того Чтобы у вас Не было Неравномерного Давления А неравномерное Давление На роликах Может вызывать Вот эти Сдвиги По печати То есть Если у вас Ролик Будет идти Чуть-чуть Под углом У вас Соответственно Вся деталь Будет идти Под углом Здесь же Они устранили Проблему Которая была В первой Во второй Версии И соответственно Машина Получилась Гораздо Стабильнее Надежнее И все Такое Кстати Интересный Факт Что Если вы Думали Что От компании Креалити Принтер 3D Mill Был первый Как выяснилось Нет Первым Все-таки На кейкстартер Вышел Именно Этот Принтер Если вам Интересно Сколько Он стоит 699 евро Я бы Конечно Покупать Себе Такой Не стал Но Вам Советую Ой Слушайте Следующая Новость Господи Помилуй Это просто Как Вот Какой-то Сюр Вот знаете Вот Очень часто Как бы Все критикуют Там Русских Вот То есть На западе Типа Там Вот У нас Типа Все Хорошо У нас Типа Все Плохо Я С этим Тезисом Не Согласен То есть У нас Действительно Есть Очень Много Чего Прикольного И Об Эм Буду Говорить Дальше Но Это Новость Ну Вот Просто Ну Описывает Вот Реально Россию Вот Просто В Рассказало Агентство Таз То Что Действительно Был создан Специальный 3d Принтер Который Выполняет Задачу Тестирования И Напечатание Изделий Непосредственно На Орбите Значит Для чего Это Нужно Ну Мало Ли Там Что То Сломалось Нужно Там Что То Сделать Соответственно Как бы Заказывать Корабль Земли Это Немножечко Дороговато Можно Напечатать Можно Воспроизвести Что-то Без Каких Либо Проблем Но Опять же Не Все Так Просто Как Выяснилось Когда Принтер Прилетел На Космическую Станцию Выяснилось Что В коробке Не было Филамента Не было Пластика И все Роскосмос Как бы Это никак Не комментирует Они говорят Что Мы Сами Были Удивлены Что Три Катушки Пластика Которые Предназначались В одном Комплекте С этим Принтером По каким-то Неизвестным Нам Причинам Отсутствовали Вот Но Как бы Все было Хорошо По итогу Через Там Пару Недели Еще Один Корабль Там Полетел На МКС И привезли Им долгожданный Как бы Как бы Филамент Господи Ча я так много Говорю Как бы Как бы Как бы Как бы Стефан Блин Говори нормально Говори без Вот этих Вводных Паразитных Слов Простите Меня Я не Профессиональный Блогер Да Все в итоге Вышло Хорошо Ребята Получили Свой пластик И смогли Отпечатать Вот Ну конечно же Никаких Пруфов Никто Не скинул Какие Ваши Доказательства То есть Как печатать Принтер Нам никто Не показал Как он Вообще Работает Нам не Показал Все что У нас Есть Это Одна Вот эта Несчастная Фотография Этого Принтера Как он Выглядит И кстати Выглядит Он просто Максимально Ущербно Я не знаю Зачем Такой Огромный Короб Для такого Маленького Принтера Делать Ну Как бы Ладно Что ж Пожелаем Космическим 3D Печатникам Удачи Надеюсь Что в следующий Раз они Не забудут Взять С собой Пластик Atom 3D Лицензирует Гибридную Технологию 3D Печати DLP Сла Значит Амстердамский Университет Выдал Лицензию Компании Atom 3D На Новый Способ Печати Ну Он Конечно Не Новый Но Относительно Новый Как живой Ну Сука Не живой Это Гибридный Способ Под Названием DLP Сла Что Это Себя Представляет Это Мы Возьмем Не знаю Возьмем Молочко Возьмем Фрукт И смешаем У нас Получится Милкшейк Очень вкусно Очень сочно Вот здесь То же самое То есть Есть два Принципиальных Фундаментальных Способа Как можно Печатать Это Сла Лазер Такой Тоненькая Такая Светит Линия И Собственно DLP Это Когда такая Жирнющая Огромная Деталь Засвечивается За раз Ребята Хотят выжить Из двух Чудес Третье И получить Самый Скоростной И самый Детализированный Метод 3D печати Вот по данной Технологии То есть Соответственно Центр будет Печататься С помощью DLP А края Будут Прожигаться Сла И соответственно Вы получаете И быстрый Слой И очень Высокое Качество Технологии Действительно Очень классные Я бы уже С удовольствием Хотел бы Такое Опробовать И поэтому Очень надеюсь Что В ближайшее Время Наши друзья Из Китая Это как-нибудь Там под себя Подделают Выпустят Какой-нибудь Очередной Принтер И мы с вами Вообще Посмотрим На преимущество Данного способа Ну как заявляют Как бы ребята Из Atom 3D Детализация Будет достигать 10 микрон Это по Икс и Игрику Это прям Очень много Ребят Чтобы вы понимали Вот в нашем Принтере Rex Mono 6К Детализация Составляет 50 микрон То есть Ладно Чуть меньше 47 Вот здесь Они обещают 10 То есть Это прям Должно быть Пушка-гонка Желаем ребятам Удачи Надеюсь У них все получится С их прототипом Они это выпустят А мы Как всегда С вами Это стырим Простите Козявка Новый прототип Anker Make V6 Увеличил Скорость Многоцветной Печати Для тех Кто не знает Что такое Anker Make Anker Make Это очень прикольный Красивый Действительно Такой футуристичный 3D принтер Который был выпущен Относительно недавно Буквально там Годик-два назад Он себя На начальном этапе Представлял Такую очень прям Классную Революционную машину Но к сожалению Как Или к счастью Не знаю Как это обычно бывает Не все оказалось Столь радужным Ну Что вам рассказывать Про этот Про Anker Make Симпатичный Принтер Там Полностью Фрезерован Минималистичный Дизайн Мало кабелей Ну то есть Выглядит Секси Ребята из Anker Make Выпустили для него Специальное дополнение Которое позволяет Ему печатать Разными цветами То есть Вы можете Печатать там Ваш кораблик Наполовину желтым Наполовину красным Конечно же У этого способа Есть определенные Недостатки Такие как Время печати Значит Как заявляют Ребята из Anker Make Что в среднем Переход от одного Цвета к другому Занимает от 3 до 6 минут И это как бы Большая проблема Потому что Они вот приводят Такую элементарную Там математическую Табличку Что Печать детали Печать детали Высотой 20 сантиметров И имея 4 цвета Вот В самой детали Может у вас занять Примерно Так часов 70-100 И Они посвятили Последний год Дорабатывая Вот эту установку Которую они Собственно Сами разработали И к чему они пришли Они смогли увеличить Скорость на 40% Как они этого добились Они повысили Скорость самой головки Которая Меняет Все прочищает Вытаскивает Пластик Запускает его Заново И чистит Вот И в дополнение Они усовершенствовали Внутренние алгоритмы Они приводят К примеру Печати Одной и той же детали Там я не помню Что это было По-моему Двухцветный кораблик В общем На версии В5 Которая без апгрейда Печать заняла 4,5 часа На версии В6 Вот которая Самая последняя Это заняло 2 часа 50 минут Ну как бы классно Хороший апгрейд Почему бы и нет Кстати Если вы печатаете Многоцветной Печатью Как бы это Парадоксально не звучало Пожалуйста Отпишитесь в комментариях Расскажите вообще О своем опыте Классная эта тема Не классная Или просто легче Взять Посмотреть Видос от Стефана Научиться Красить аэрографом И не страдать фигней Вот правда Интересно Ваше мнение Индукционный Хотент Выпущен На кикстартере Разговору Ходили много О такой технологии И вообще Об этой возможности Многие там Что русские Колхозники Что американские Что вообще Любые колхозники Пытались Нечто подобное У себя Наверное Делать дома Но Тут уже Прям профессиональное Готовое решение Вышло на рынок Кикстартер Называется Стартап Плазмикс Компания Берет свое Начало В Вене Что собственно Сделали ребята Первый По сути Готовый Универсальный Индукционный Хотент Для 3D принтеров Звучит классно Классно В чем значит Преимущество Индукционного Хотенда Во первых Никаких кабелей Не нужно То есть Там Как вы знаете Как работает Это все Это тупо Металл к металлу Стыкуется Все Идет Теплопроводность Магнитные Волны Которые проходят Через Ну с помощью Методом индукции И соответственно Так идет нагрев Что говорят ребята Что Нагрев до 250 градусов У этого хотента Занимает всего 9 секунд Что как бы Не может не радовать Потому что Это очень быстро Я уж не знаю Там какая номинальная Мощность По всей видимости Ватт 100 Не меньше Потому что Показатели просто Нереальны Также этот хотент Отлично держит температуру Так как он медный Он выполнен Значит Сопло Выполнен Из медиа Сам хотент Выполнен Из хирургической Стали То есть Материалы у нас С вами будут Высококачественные Классные Дорогие И премиальные Но ребята Сразу говорят Что данный хотент Он как бы Из премиум Сегмента И соответственно Материал для него Тоже требуется К сожалению Из премиум Сегмента Так как Само сопло Не высокопроизводительное То есть Оно не рассчитано На какие-то Большие Скорости печати И тому подобное Поэтому Ну как бы да Хотите Печатать Таким хотентом Вам придется Купить Хороший пластик А ну и последнее Что я хотел бы Сказать про данный Хотент Это то что Его стоимость Составляет 319 евро Что конечно же Немало Потому что За 319 евро В принципе Можно взять Целый 3D принтер Но если вы Любители инноваций Если вы хотите Попробовать что-то новое То пожалуйста Ждем когда Все границы Откроются Доставка будет Нормальная И заказываем Этот индукционный Хотент Я бы честно Такое бы попробовал Зеленоградское Предприятие Выпускает 3D печатные Эндопротезы Для животных Специалисты Из компании СКА 3D Посвятили себя Такой теме Как производство Эндопротезов Для домашних животных Значит Что это такое Это когда Там ваша кошечка Или собачка К сожалению Сломала лапку И им нужен протез Я лично В прошлом году Столкнулся С точно такой же проблемой Поэтому про эту новость Я хочу вам Чуть-чуть Рассказать поподробнее Значит Мой нелепый кот Сломал заднюю лапу Причем это было Максимально нелепо Он просто прыгнул на ванну Спрыгнул на нее вниз И все Сломалось Что сломалось Шейка бедра Самое хрупкое Самое чувствительное Место Вообще Которое можно было Только выбрать И оно конечно же Было сломано И что вы думаете Значит Мы поехали В травматологию Где нам сказали Что да Там ваш нелепый кошак Сломал Тазобедренную Шейку сустава Я говорю Хорошо Какие есть варианты Он говорит Ну значит Во первых Можно ее как бы Спилить под 45 градусов То есть убрать Сломанную часть А как бы Нога там срастется Сама То есть у кошек Есть такая особенность У них создается Как бы псевдосустав Есть второй вариант Это заказывать Печатный И вот действительно На 3D принтере Выполнен Титановый протез Я говорю Хорошо Какая типа цена вопроса Он говорит А сейчас вы как бы Это не получите Я говорю Почему Он говорит Ну как бы Действия если что Происходили в марте этого года Ну я думаю Объяснять не нужно Что там было Он говорит Что нет поставок Я говорю Слушайте Ну ладно Окей Хорошо Нет поставок Может хотя бы На скидку Сказать сколько Стоит протез Он говорит Да могу 250к Прикиньте 250к Я думаю Ё-моё Я блин На эти деньги Могу 5 новых Своих котов Купить Не то чтобы Протез Ну возвращаемся Как бы к теме Зеленоградского Предприятия Под названием SCAT 3D SCAT 3D Да Сфокусировался На такой Очень Полезной Очень Нужной Действительно Нише Такой Как домашнее Животное Соответственно В чем Их главная задача Они поняли То что Действительно Раньше Все вот эти Титановые Запчасти Для наших Пушистых Дружков Печатались За границей И сейчас Такой возможности Заказать нет Поэтому они Сфокусировались На этой нише Как они говорят То что Их производство Будет существенно Дешевле Чем Импортные аналоги В среднем Цена будет В 3 раза меньше То есть Если вдруг Раньше Это было 250к Сейчас Это будет В районе 80к Но это уже Хоть куда Не шло По сравнению Конечно С теми деньгами Что предлагались Ранее Сейчас Они только Начали заниматься Своим проектом Они достигают Пока что Пиковой мощности В 10-15 Протезов В месяц Вот Но они Надеются Что уже К концу года Они смогут Выйти на показатель 100-150 Протезов Каждый Из этих Протезов Может быть Выполнен Индивидуально Согласно Параметрам Костной ткани Вашего Питомца И Это прекрасно Ребят Это честно Прекрасно Потому что На такие товары Огромный дефицит И есть люди Которые Конечно же Не пожалеют Денег На своего Питомца Но Спешу Вас Проинформировать О том Что Действительно Если Вдруг У вас Есть Кот Кошка И если Вдруг Нечаянно Она Он Когда Сломает Себе Заднюю Или Переднюю Лапу Знайте Можно Срезать Шейку Сустава И Ваш Котик Будет Ходить Это Я вам Просто Говорю Как Кошатник Потому что Когда Мой кот Сломал Лапу Я Очень Сильно Переживал Боялся Что Он Никогда Не Будет Бегать Как Раньше Хрен Там Бегает Еще Быстрее Чем Когда Был Целый Так Что Друзья Не Расстраивайтесь Самое Главное Берегите Своих Животных Потому что Мы В ответе За тех Кого Приручили Вот С вами Был Стефан Такая Вот У нас Сегодня Вышла Подборка Новостей Я Заранее Прошу Прощения Если Вдруг Местами Я Очень Сильно Тупил Но Я Надеюсь Что Тем Не Менее Выпуск Новостей Вам Зашел Поэтому Последний Раз Прошу Вас Поставить Лайки Поставить Колокольчик И Удомления И Не Забываем Про Мое Домашнее Задание На Пятницу Все Дружно Смотрим Фильм Форд Против Феррари Топовый Фильм Рекомендую Все Друзья Всем Пока Спасибо За просмотр